Вот здесь что? Ничего нет, нет. Вот так. Идите покупайте, все за свой счет. Надежда Павлова уже устала бороться с коммунальщиками. Почти месяц назад душевые в их общежитии разломали, чтобы отремонтировать. Но вот руки у рабочих так и не доходят доделать начатое до конца, седует женщина. Я не могла находиться в таких условиях, и мне пришлось уехать на дачу. Хотя бы там у меня вода, горячие, бани. Люди здесь плачут. Вот, пожалуйста, туалетка. Так все бросили, так ничего не сделано. Вот здесь душ у нас был. Очень хороший. Все переломали и все. На ремонт общежития было выделено 29 миллионов рублей. Но, по словам жителей, рабочие сообщили, что деньги закончились. Поэтому они не могут продолжить работы. Почему туалет новый поставили, все не работает? Шланга нет. Мы все покупали за свой счет. Пошла сама купить. И мы там же... Сейчас хочу пойти и спросить для душа, что нужно. Я пойду сама купить. Жители этого дома недовольны качеством и без того неполноценного капитального ремонта. Вот, например, рабочие меняли водопровод, поставили новые трубы. Но дырки из-под старых, как говорят местные жители, заделать не посчитали нужным. А сами трубы так и остались в рабочем положении. О состоянии дома говорит ИЧП, которое произошло накануне. На общей кухне обрушился слой штукатурки. Вот здесь у нас упала стена. Мы три женщины готовили. Все вот, все отвалилось. Вот даже это еще будет падать. Они до конца это все не тронули. И мы тут же среагировали, вызвали управляющую компанию. Пришла почему-то к нам бухгалтер, за место начальника или инженера. И говорит, ну что, у вас мусор уберут, а заделывать будете это все сами за свой счет. В управляющей компании нам пояснили, обвалившуюся штукатурку все же восстановят после окончания всех работ. То есть после первого октября. Когда они закончат полностью смонтируют свое оборудование, тогда придут, восстановят штукатурный слой. То есть все, что было сломано, все восстановится. А вот белить потолки в коридорах и на кухне жильцам придется за свой счет. Эти работы не входят в перечень капитального ремонта, пояснила гендиректор управляющей компании. Наши жильцы, конечно, избалованы и хотят, чтобы у них прямо сейчас новый дом построили. Такого просто не бывает. Закончить ремонт душевых и туалетов жилищники пообещали в ближайшие дни. Максим Никитин, Роман Фенин, Андрей Ключников. Телеканал Эфир.